Здравствуйте, друзья! Лучший отдых у воды может быть только комфортный отдых у воды. И сегодня зрителям канала Форнахсфильм мы напомним о том, как мы сделали очень уютным кирпичный эллинг для яхты на Апском водохранилище, установив туда просто потрясающую печь Мангазея от компании ТМФ. Смотрим! Мангазея разительно отличается от всех отопительных печей, представленных на рынке. Это скорее дизайнерская печь, которая призвана стать не только источником тепла, но и главной изуминкой отправной точкой интерьера любого помещения. Это внешне необычная печь, выполненная из литейного чугуна. Ее масса более 100 кг. Подробный обзор на нее вы можете найти на нашем канале, ссылка будет в описании. Перед установкой печь нужно протопить, чтобы краска цвета черная бронза на ней закрепилась. До этого момента в кирпичной стене второго этажа проделали отверстие для вывода дымохода наружу. Отличный и безопасный вариант. Нет нужды в изготовлении стеновой разделки. Дымоход будет идти по внешней стене здания, опираясь на стеновые опоры. А снизить влияние ветра, который, кстати, здесь достаточно сильный, можно и нужно кронштейнами. Как вы успели заметить, часть декоративной отделки стены уже убрали, и теперь это место заполняется минеральными матами FireBuds. Пара слоев мини-лита на полу с обязательным перекрытием швов, и вот уже готова подложка под основание печи. Дальше на нее укладывается керамогранит. Многие покупатели в Форнаксе уже оценили простоту и изящность декоративных защитных панелей НИЧИХА. В нашем случае панели под белый кирпич крепятся прямо поверх вагонки на каркас из обычного профиля для гипсокартона. Естественно, полос за панелями перед этим заполним минеральными матами. Примеряем дымоход. И для того, чтобы наша конструкция, которая идет по внешней стене, была максимально крепкой, смонтируем ее чуть поближе к стене. А для этого укоротим сэндвич, который проходит внутри. Подробнее об этой процедуре, опять же, можно узнать, посмотрев ролик на нашем канале. Неокрашенные элементы дымохода красим термостойкой краской из баллончика. Теперь все готово для установки печи. Кольцо-конус дымосборника сажаем на герметик и устанавливаем дымоход. Тестовый запуск нужен для того, чтобы убедиться, что все работает. Тяга есть, пламя играет в топки и тепло идет. Печь установлена и уже больше года радует своего владельца холодными сибирскими вечерами. Больше информации по этому объекту и больше фотографий вы можете найти в наших социальных сетях. Подпишитесь. Ну и там же вы можете задать свои вопросы, уточнить какие-то моменты, касающиеся монтажа. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Хорошего вам настроения. Счастливо.